Я вот столько лет занимаюсь в Восточной Набурстве, я понял одно, я понял одно. Надо отдавать знания. Как-то я спросил у одного старого мастера в Корее, я говорю, вы столько знаете, почему вы не даете знания? Он знаете, что он мне ответил? Он сказал, некому дать, некому дать. И когда ты, вот то, что я сейчас сказал, желание дать знания и их желание получить эти знания, и когда ты в них видишь свое продолжение, я думаю, для мастера это большое счастье. То, что мы сегодня в первый день посмотрели, было очень суперски, очень, скажем так, поучительно. Увидели много нюансов, которые в своей работе мы пропускали. Поэтому я думаю, что это отличное вообще мероприятие, очень нужное для всех тех, кто практикует хапкидо. Век живи, век учись. И каждый семинар, каждое такое мероприятие, где можно узнать, что это новое, вспомнить, что это старое, пообщаться со старыми друзьями и познакомиться с новыми, всегда является одним из ключевых факторов роста. Личностного роста, ну и роста, конечно, организации, впоследствии которой мы все принадлежим. Мы всегда учимся. Любой семинар, на котором мы посещаем, ну таким вот мастерам, как Эдуард Николаевич, гранд-мастерам, мы всегда чему-то учимся. И духовно учимся, и физически, и морально, как бы качество все воспитываются на таких... Где бы он ни проходил, куда бы нас ни позвал мастер, у нас дисциплина сильная. Если надо, мы едем. И мы всегда стараемся посещать семинары таких мастеров, как Эдуард Николаевич, как Леонид Петрович. Приехали в основном инструктора и представители. Каждый несет в себе, представляет свою школу, но Хапкидок, Хапкидок и ХФ, оно объединяет людей. То есть по половым, расовым признакам оно объединяет всех в одно целое, то есть одна семья. Как правило, семинары для инструкторов, они должны знать определенные принципы обучения учеников. Моя задача донести, как правильно обучать Хапкидок. В частности. Поэтому я говорю основные принципы, изучая принципы Хапкидок. Потому что у нас Хапкидок говорят так. Я технически учу тебя до черного пояса, А с того дня, как ты получил черный пояс, у тебя у каждого свой путь, как ты делал. Любому боевому искусству нужно учиться в принципе всю жизнь. То есть познать само искусство практически невозможно. Можно выйти на какой-то уровень, да, то есть вы понимаете. Но все знать невозможно. Поэтому ты в меру, скажем так, своего восприятия мира, своего уровня знаний в данном единоборстве, ты должен впитывать знания многих людей, многих мастеров. И поэтому ты выбираешь тех мастеров, от которых ты бы хотел научиться. Поэтому мы вот с удовольствием приехали сюда для того, чтобы поучаствовать. Невозможно познать все сразу, да? Особенно в восточном единоборстве я понял, что нету пути, нету, скажем, цели совершенства нету. То есть совершенства работать на своем теле нету. Поэтому Хапкидо дает именно вот этот путь, он не зря говорит, что это путь, можно всю жизнь жить и совершенствовать. Поэтому я учу их, они учат меня. Учиться можно всегда, потому что тот мастер, который остановился в обучении, он начинает это как деградировать. То есть постоянно работа над собой и путь без конца. Тем более Хапкидо объединяет множество боевых искусств в одном. То есть здесь и ударная техника, и борцовская техника, и где-то отчасти похоже на ММА, боевое самбо. Вот, работа с оружием там различным. Ну, оно как бы, если взять 10 пальцев, то есть есть около, больше 10 разделов, где каждый занимающийся чем-то найдет свое там. То есть и по возрасту, то есть от мала до велика, то есть можно начинать с 3 лет и кончая там за 70 лет. То есть есть, которые занимаются адепты в таком возрасте. Как только мы перестаем учиться, мы начинаем скатываться вниз. Наши знания должны всегда быть подкреплены опытом. А опыт мы можем получить только на практических занятиях. И, конечно, мы приехали сюда, в Москву, к Эдуарду Николаевичу, для того, чтобы повысить свой уровень, показать, что тоже мы можем. Естественно, в первую очередь, конечно, научиться впитать в себя те знания, которые есть у мастера, который приехал поделиться с нами. Вот я, как мастер, здесь могу научиться очень многим упражнениям, которые никогда не заканчиваются. Всегда что-то новое приходит. И постоянно нужно знать технику, изучать. Я изучаю в Корее, и везде езжу по всему миру, потому что это все приходит только с опытом. Как сказал Эдуард Николаевич, нужно тренироваться. Нет другого пути. Я считаю, ребята очень хорошие. И самое главное, они хотят учиться. Это самое главное. И эти совершенства можно достичь, знаете, когда? То есть у тренера должно быть желание отдать знания, дать знания. А у ученика желание получить эти знания. Если один из этих принципов не работает, все бесполезно. Те техники, которые мы делаем достаточно жестко, мощно, и, может быть, где-то через силу, используя свои физические данные, пока мы, скажем так, находимся в таком еще среднем, суровом возрасте, он показывает легко, не напрягаясь. Это вызывает определенное желание повторить точно так же. Собственно говоря, на этом строится процесс обучения. Поэтому будем стремиться к совершенству. Знаете, сегодня для инструкторов больше. Поэтому я дал больше дыхательных упражнений. Принцип дыхания в хапкидо очень важен. Хапкидо говорят так. Можно убрать все приемы. Оставить только танжон хоу, то есть дыхание. И это будет хапкидо. Поэтому, учитывая то, что это инструктора и будущие инструктора, мы больше поговорили о дыхании, о принципах хапкидо и, значит, о философии хапкидо. Атмосфера очень хорошая. Ребята занимаются. Прямо видно желание, как они это делают. С каким они желанием хотят получить эту информацию у грандмастера. Видно, все хорошо, все отлично. Организация вообще на высшем уровне. Взаимоуважение друг к другу, тепло. И как передается энергия от человека к человеку. От занимающегося, от мастера к ученику. От ученика к мастеру. Заряжаются и те, и другие. Вообще очень дружественная, мягкая, будем говорить, семейная атмосфера. Жестко поработали, скажем так, немножко устали, подышали, попрыгали, повеселились. То есть, ну, как большая семья, большая семья хапкидо. Самое главное, что хапкидо сейчас, как никогда, например, показывает суть своего названия. Хапкидо – путь объединения энергии. Здесь мы показываем то, что мы объединяем энергию друг друга. Мы работаем вместе. Когда мы говорим друг другу хапки, мы говорим объединяем энергию. Или просто мы вместе. Ну, в общем-то, собственно говоря, здесь так это получается. Очень дружный коллектив. Многих я, например, лично не знал присутствующих. Мы познакомились здесь. И очень дружелюбно, очень, скажем так, открыто. И не стесняясь обмениваться знаниями, общаемся. Это самое главное, наверное. Потому что все мы люди, все мы человеки. Мы должны общаться. Это развивает всех. Я уверен, что будет эмоциональный подъем. Большая копилка знаний еще увеличится у них. И они будут также передавать своим ученикам, адептам, детям более старшего возраста. Это как родник, с которого хочется без конца пить. То есть без конца. Спасибо. Спасибо.